Проржавевший остов пистолета пулемета Судаева привезли в Рязань прямо из Прохоровки. Нашли на месте боев, как и пистолет пулемет Шпагина. Все это стояло на вооружении солдат-десантников, которые и воевали под Прохоровкой. А также элементы взрывчатых, скажем так, боеприпасов, минного характера, минометного, артиллерийского снаряжения. Ряд из них определить по принадлежности уже крайне тяжело, потому что длительное десятилетие эти экспонаты, тогда еще просто артефакты, находились в нашей земле, земле боев. Андрей Шевченко добавил, что формирования ВДВ были основным костяком 62-й армии генерала Чуйкова. 10 июля 43-го 9-я гвардейская дивизия ВДВ заняла оборону у Прохоровки, а 11-го бойцы уже отражали нападение врага. По итогу отступили на полтора километра. Но, говорит историк, закрепились на окраине Прохоровки, где и создали плацдарм для сосредоточения и наступления 5-й гвардейской танковой армии. Сталинградская и Курская битвы – это те рубежи, которые стали коренным переломом в той войне, которая для нашего народа всегда будет являться великой. Надо понимать, что именно после этого перелома появилось глубокое убеждение, что мы победим. Верить и быть твердо убежденным – это немножко разные вещи. Основы экспозиции выставочного проекта «Курская дуга», «Закат цитадели» – материалы из фондов Музея Победы. Здесь попытались воссоздать хронологию битвы, начиная от подготовки к боям и заканчивая итогами сражения. Мы сегодня как никогда ощущаем свою ответственность за то, чтобы восстановить в полном объеме знания, которые, прямо скажем, оказались растерянными, утерянными, искаженными за последнее время, когда мы свою собственную историю свели к небольшим абзацам учебников. Вот почему мы, работники библиотек и музеев, чувствуем свою ответственность за то, чтобы представить в имеющихся у нас возможностях, в наиболее полном объеме представление наших сегодняшних современников об этих великих битвах. Поэтому и экспонатами выставки стали не только предметы своей эпохи, но и книги. Они посвящены военно-политической обстановке в период Курской битвы, описанию техники. Есть и те, что повествуют о силе духа советского народа и его героических подвигах. Выставка будет работать до 15 августа.